Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Дина Исляева. Сегодня у нас в гостях начальник МРЭО регионального ГИБДД Алексей Балабанов. Добрый день! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о госуслугах, которые предоставляются в ГИБДД. Насколько большой перечень? На самом деле, госуслуг, которые предоставляют регистрационно-экзаменационные подразделения, всего два. То есть, это совершение регистрационных действий с транспортными средствами и получение водительского удостоверения. Как воспользоваться госуслугами в ГИБДД? Что для этого нужно сделать? Для того, чтобы воспользоваться госуслугой в электронном виде, предоставляемый ГИБДД, необходимо в первую очередь зарегистрироваться на портале госуслуг и подать заявку на удобное время в удобное подразделение. Если человек не зарегистрирован, вы как-то помогаете ему в этом? Да, у нас мы специально установили автоматизированные рабочие места, подключенные к сети интернет, где каждый желающий может зарегистрироваться либо подать заявку. Также у нас инспектора оказывают содействие в этом. То есть, помогают, подсказывают. Также у инспекторов имеется возможность подтверждения учетной записи, которая после подтверждения учетной записи, человек получает доступ ко всем возможным услугам. Насколько длительна эта процедура? Да, данная процедура занимает не такое большое количество времени, но после того, как человек зарегистрировался, он получает возможность пользоваться порталом в полной мере. То есть, не только по линии ГАИ, но и по другим службам. В чем преимущество госуслуг? Преимущество получения госуслуг в электронном виде являются такие факторы, как отсутствие необходимости стоять в очереди. Человек сам выбирает удобное для него подразделение, день и время. И к этому времени он уже подходит, может планировать свои какие-то дела. Также основным положительным моментом для физических лиц является наличие скидок при подаче заявки через портал и при оплате посредством портала. То есть, для примера, если госпошлина для регистрации транспорта с получением госномеров у нас составляет 2850 рублей, то при оплате через портал она будет составлять 1995 рублей. И госпошлина заводительского удостоверения, например, составляет 2000 рублей, при оплате через портал она будет составлять 1400 рублей. То есть, скидка ощутима. И все-таки, если говорить про очереди, насколько удобно этим людям приходить и пользоваться услугами? Для них есть какое-то отдельное окно? Или как это все происходит? Да, сейчас существует положительная динамика. Граждане все больше и больше обращаются через портал, подают заявки. И в связи с этой динамикой мы увеличиваем количество приемных окон для граждан, подавших заявки через единый портал. Сейчас по регистрации транспорта у нас три таких окна. По обмену водительского, получению водительского удостоверения два окна. То есть, они это отдельные окна именно для тех, кто подал заявки через портал. Если количество заявок будет увеличиваться в день, соответственно, количество окон мы будем увеличивать. Но сейчас мы все-таки понимаем, что летний период, наверное, не так много людей. Да нет, в общем-то, по транспорту, да, небольшой спад есть, а по обмену водительского нет. То есть, как было, так и есть. Дополнительный день приема для таких граждан есть? Да, ввели мы дополнительный день приема. В понедельник ведется прием граждан, только подавшую заявку через портал государственных услуг. То есть, если в другой день можно как через портал, так и прийти лично, то в понедельник только через портал. Но не случайно, наверное, был установлен этот день, да, была какая-то необходимость? Ну, в целях того, чтобы более комфортные условия создать для граждан. Вот. То есть, там в понедельник отсутствует очередь, как таковые. То есть, человек пришел, его быстро обслужили, отпустили. Как получают услуги в ГИБДД жители, которые зарегистрированы на портале? Вот сам механизм, давайте проговорим. Гражданин приходит к назначенному времени, к обозначенному окну, то есть, там они подписаны у нас. Вот. И там в течение 20-15-20 минут получает услугу. Ему нужно дополнительно получать талончик и так далее? Нет. Дополнительно ничего не требуется. То есть, он уже подходит к окну и конкретно занимается инспектором. Для того, чтобы обменять права, можно обратиться не только к вам? Да. Сейчас существует такая практика. В многофункциональных центрах можно поменять водительское удостоверение, либо получить международное водительское удостоверение. Основным положительным моментом данной услуги является то, что гражданин обращается в то подразделение, которое находится непосредственно близко от его места жительства. Ему нет необходимости приезжать или приходить в подразделение ГАИ, то есть, он сдает документы в МФЦ и по готовности в МФЦ же он забирает готовое водительское удостоверение. А по времени сам обмен занимается только же или нет? Нет, там уже временные рамки немного расширены, где-то порядка 7 суток получается. А что касается пошлины, тоже там есть скидки? Нет, в МФЦ скидок нет, то есть с пошлины на 2000 рублей за национальное водительское удостоверение, 1600 за международное водительское удостоверение. А если в целом говорить про людей, которые пользуются госуслугами, это люди какого возраста? Раньше, когда только это все начиналось, в основном это были молодые люди, которые активные пользователи интернет. Сейчас уже тенденция немножко меняется, и есть люди среднего возраста, есть пожилые люди, которые, грубо говоря, идут в ногу со временем, сейчас стараются идти в ногу со временем. Поэтому сейчас вот эта возрастная категория, она немножко расширилась. Все-таки вы учите же людей, насколько легко приобщиться, госуслугам? Ну, особых трудностей там никаких нет, то есть все визуально, все понятно на самом портале. И я считаю, что проблем никаких возникать не должно. При возникновении проблем, да, мы оказываем содействие. Есть ли какие-то услуги, когда приходить в ГИБДД вообще не обязательно? Да, то есть основная масса услуг все-таки подразумевает личную явку гражданина, но есть услуга такая, как прекращение регистрации в связи с продажей транспортного средства, которая не предусматривает вообще обращение гражданина в ГИБДД лично. Гражданину необходимо заполнить заявку и прикрепить электронные копии договора купли-продажи. После рассмотрения заявки регистрация транспортного средства проданного прекращается. А какой срок, как правило, рассмотрения этих заявок? Прекращение регистрации происходит у нас по истечении 10 суток с момента продажи. Ну и все-таки, если сравнить, да, услуги, которые люди получают, приходя к вам непосредственно в МРЭО, и тех, кто пользуется госуслугами, да, насколько сокращается вот это время, которое тратит человек? Ну, если при личном посещении, то есть без заявки на портал госслуг, у нас на оказание одной госслуги отводится час. То при подаче заявки через портал государственных услуг, это где-то составляет время 15-20 минут. Ну и опять же, не нужно приходить дважды, то есть один раз пришел и все. Да, 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 это однозначно. Человек приходит один раз, получает услугу и все, и уже бывает либо с новым водительским, либо зарегистрировав транспорт. Сейчас сколько людей из тех, кто к вам приходит, пользуются госуслугами? Ну, смотрите, по сравнению с концом прошлого года, то есть на конец прошлого года этот показатель составлял 38%, на данный момент этот показатель составляет порядка 45%. То есть видно, что динамика положительная есть, и люди пользуются. Все больше и больше людей приобщается к этому. Сейчас у нас есть все-таки возможность обратиться к тем, кто пока сомневается, боится, и пригласить их стать участниками. Сомневаться тут, в общем-то, нечего, и бояться уж тем более. То есть это удобно, сам пользуюсь и, в общем-то, другим тоже советую, потому что, ну, это удобно. В гостях программы «Городские встречи» был начальник МРЭО регионального ГИБДД Алексей Балабанов. Спасибо, что пришли. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Продолжение следует...